МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, у Соломена людей производила потрясающе. Дитя ночи или женщина вамп? Загадка притягательности некрасивых женщин. Соломея или Мата Хари? Смерть за ночь любви. Гала. Вечная муза Сальвадора Дали. Гала – это наш человек в Европе, скажем так. Карла Бруни. Самка богомола с улыбкой терминатора. Рок или проклятие Мэрилин Монро? Кошачьи когти Марлен Дитрих и Шерон Стоун. Сюжет, когда героиня вершит судьбой сыщика, это как раз и есть женщина вампы. Рок и судьба в жизни мужчин. В программе «Роковые женщины». Самка богомола поедает самца в момент или после спаривания. Большой энциклопедический словарь. Говорят, что за спиной каждого великого мужчины стоит женщина. Лу Андреас Саломе, Луиза Густавовна Саломе, родилась в Петербурге. Далеко не красавица, но, кажется, не было ни одного сколько-нибудь известного человека среди интеллектуалов Европы, кто не был бы очарован ею или попросту влюблен. Ее называют самой загадочной женщиной конца 20-го столетия. Она сводила с ума всех встреченных мужчин, троим из которых призвоено звание великих. К ее ногам бросил в свое сердце знаменитый философ Фридрих Ницше, который под ее влиянием написал свое знаменитое произведение «Так говорил Заратустра». Он писал о ней. Это сверхженщина. Она резкая, как орел, сильная, как львица, и при этом очень женственный ребенок. Впечатление, конечно, Лу Саломе у людей производило потрясающее. И мы все знаем, что образ сверхчеловека у Ницше – это, конечно же, сверхчеловек, его идея. Она, может, где-то и гнездилась, так сказать, в интеллектуальной жизни Ницше, но все-таки она окончательно оформилась после разговоров и встречи с Лу Саломе. Ну, Лу Саломе – это очень яркий пример. Мы про нее просто еще знать можем много. Есть даже такое направление, которое называется лувидение, то есть ее пытались изучать. Саломе поздно открыла для себя любовь, но, открыв, поняла, что для нее это – животворящий источник. Эрос – то, что заставляет человека соприкоснуться с мощнейшей силой в себе – инстинктом. В нее был влюблен гениальный поэт Райнер Мария Рильке, и он посвятил Луизе свои лучшие стихи. Уже на закате своей жизни к ее ногам пал и великий психоаналитик Зигмунд Фрейд. В списке ее возлюбленных – писатели и философы Шницлер, Гауптман, Гофмансталь, режиссер Макс Рейнхард и многие другие. На ее счету десятки разбитых сердец. По крайней мере, трое из ее поклонников, не выдержав разрыва, кончили жизнь самоубийством. Человек рад обмануться. Он как бы сам подыгрывает вот такой роковой женщине. Поэтому здесь это взаимное влияние, готовности пойти на такие отношения и способности этой женщины зажечь в этих отношениях. Она роковая своей загадкой, она роковая своими чарами такими. Мужчина не может объяснить, что его покорило, что его держит в этой связи, что его привлекает и почему он не может забыть. Если бы он это понимал, он бы мог от этого отказаться. La femme fatale – роковая женщина. Испокон веков среди прекрасной половины человечества встречаются особые экземпляры. Они могут быть некрасивыми, не иметь идеальной фигуры, но к их ногам бросали королевство, отрекались от престолов, ради них совершали безумство, им писали стихи и сочиняли музыку. Сегодня мы представляем роковую женщину, или женщину-вамп, как позднее назвали ее кинематографисты, как нечто среднее между прекрасной Соломеей, потребовавшей от Ирода за свой танец голову Иоанна Крестителя, и сладострастной шпионкой-танцовщицей Матой Хари. Не только среди литературных героинь или актрис были женщины-вамп, но они же были и в жизни, и в истории. Если, допустим, вспомнить, например, женщины-вамп считают Елену Троянскую, которая была Елена Прекрасная, из-за которой состоялась Троянская война. Женщина, из-за которой просто воевали. Потом Клеопатра, о которой, естественно, нельзя не вспомнить в этой программе, потому что, ну, я уж не знаю, там были это или правда, но ради того, чтобы, так сказать, предаться сладострастью, мужчины готовы были распрощаться с жизнью. И не знаю, насколько это правда, но думаю, что легенды на пустом месте не слагаются. Анну Болейн можно назвать женщиной-вамп. Все-таки Генрих VIII, конечно, потом отрубил ей голову, но, тем не менее, она вершила судьбами Англии, и Англии тоже. Мата Хари, женщина-вамп, потому что шпионка тоже заставляла мужчин творить чудеса. Но хочу сказать, что, а, даже говоря, уже, так сказать, приближаясь к XX веку, Уолис Симпсон, которая заставила Георга отказаться от престола, да, то есть, ну, разве не назвать ее женщиной-вамп? Женщина, которая практически чуть не разрушила британскую империю. Образ женщины-вамп родился в кинематографе. Обычно это загадочная фемина с густыми волосами, с подчеркнутым макияжем и с неизменной сигаретой в губах. Удлиненные, чуть раскосые глаза с кошачьим прищуром и с поволокой, ярко-красные губы, длинные багровые ногти. Это женщина-кошка, которая гуляет сама по себе. Она охотница, но охота не ради добычи. Нет, это древний инстинкт. Она может закоптить любого мужчину, но, поигравшись с ним, легко выпустит добычу и пойдет дальше. Можем подчеркнуть губы, можем подчеркнуть глаза. Главное – это некоторая внутренняя сила. Внутреннее ощущение, чувство себя, ощущение себя свободное и независимое. Вот это, как бы, главный посыл. А через что он выражен, ну, выражать его можно через очень многие. Можно нежно сделать образ, а можно жесткий. И то и другое сработает. Типичной представительницей роковой женщины можно считать знаменитую актрису Марлен Дитрих. Она имела свой неповторимый стиль и мужскую манеру поведения. Вообще, фраки и смокинги – это привилегия женщины-вамп. Они придают ей особую сексуальность. Образ женщины-вамп берет начало от вампиров, необъяснимо красивых и ненасытных существ, живущих в подлунном мире. Когда мы говорим «фамфаталь», то есть роковая женщина, то часто говорят «женщина-вамп». И здесь надо отличать. Отличать образ в искусстве, который создан. И привычка называть очень многих женщин «женщина-вамп». Марлен Дитрих – «женщина-вамп». То есть такая женщина, которая очень такая привлекательная. Мужчины штебелями падают. Она вся такая своенравная, свободолюбивая, сексуальная, ну и заодно истеричная. Для русского впечатления, наверное, очень Настасья Филипповна Застоевского – классика «женщина-вамп». В России тоже были свои роковые женщины. Причем русские женщины-вамп покорили весь мир. Холодные, как лед, и обжигающие, словно пламя. Они не соблюдали никаких приличий. При этом сами они не считали, что кого-то шокируют. Это была их натура. Знаменитая кинодива начала 20 века «Вера Холодная» – типичная представительница таких «фэмэ фаталь». На экране была однозначно, конечно. Все роковые женщины ею созданы. Однозначно была. Да и в жизни была. Там же тоже непростая история. Но она была такая достаточно закрыта. Вообще, то, что касается женщин России и Советского Союза, вот тут я очень долго думал. И хочу сказать, что с «женщинами-вамп» в СССР было сложно. Женщины, которые обладают этим качеством, они как раз не играют в это. Потому что, когда человек начинает играть, сразу получается дешево. То есть, любую женщину можно одеть в стиле «вамп». Но только она не будет. Мне кажется, «вамп» – это та манера поведения, которая действует на мужчину непонятно. Ну, это какие-то флюиды, да? То есть, которые вот, как лучи, которые проникают в мозг мужика, которые теряют голову. Смотрите далее. Карла Бруни, самка богомола с улыбкой Терминатора. Кто же может помешать моему такому замечательному наслаждению? Я что хочу, то и делаю. Трагедия в жизни Мэрилин Монро. Американцы, когда она была жива, как они ее только не унижали. В первой части программы – роковая женщина великих мужчин. Она роковая своей загадкой. Она роковая своими чарами такими. Снежная королева с холодной фамилией. Ради того, чтобы, так сказать, предаться сладострастию, мужчины готовы были распрощаться с жизнью. Еще одна роковая женщина, давшая творческий запал таким известным поэтам и художникам, как Поль Элюар и Сальвадор Дали, знаменитая Гала, урожденная Елена Дмитриевна Дьяченко. Она была не слишком красива, но внутренний огонь и своеобразная харизма сделали ее объектом поклонения великих людей. Гала – это наш человек в Европе, скажем так. Она же родилась в Казани и получила образование в Москве. Была очень хорошо воспитана, образована и покорила целый ряд известных мужчин Европы. Самый известный ее последний супруг – Сальвадор Дали. Но до этого Поль Элюар был ее супругом. И одновременно там был такой вариант сложных взаимоотношений. Макс Эрнст, художник из Кёльна, стал таким третьим участником этих отношений. И вот эта женщина умудрялась удерживать в своей орбите сразу двух мужчин. И уже после поездки в Испанию, поездки, связанной со встречей с Сальвадором Дали, где вспыхнула ее страсть уже к этому мужчине, она смогла и его привлечь в свою орбиту, хотя была старше на 10 лет. До знакомства с Сальвадором Дали эта провинциальная русская девушка смогла покорить весь Париж. Но она искала одного, необходимого ей гения. И, найдя его, впустив в него свои когти, уже не выпустила. Дали был восхищен Гала. Она стала его музой навечно. Десятки портретов, картин были посвящены Гала. Гала Дали была роковой женщиной, но это случай того, что она нашла своего гения. И она его искала, и она его нашла. Потому что их союз был идеален. Не с точки зрения понимаемых нами в обыденном смысле хороших отношений и счастливого брака. Нет, безусловно, нет. Это именно союз фамфаталь и гения. И поэтому он, несмотря ни на что, всю жизнь, поэтому главная женщина в жизни Дали, и поэтому она его выбрала, безусловно, да. То есть роковая женщина здесь увидела ту гениальность, то сверхчеловеческое, что, собственно, ей и мужчине нужно, чтобы она чувствовала собственную реализацию. Яркий, незабываемый образ роковой женщины создала великолепная Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Здесь все совпадает со сценарием жизни фамфаталь. Женщина без принципов, берущая в свои лапки любого мужчину. Вообще надо различать кинематографические и реальные образы женщины-вамп. В жизни Шерон Стоун совсем не роковая женщина. Основной инстинкт – это такое возвращение в эпоху кино-нуар, потому что вот в то время, как раз, когда зародился стиль женщины-вамп, очень многие героини, которые были виновницами какого-нибудь происшествия, они окручивали сыщика. То есть вот этот вот сюжет, когда героиня вершит судьбой сыщика, это как раз и есть женщина-вамп. Это изначально такие были сюжеты в начале 20 века. Шерон Стоун, я думаю, что будоражит умы мужчин, но Шерон Стоун как раз относится вот к поколению женщин-вамп, современных, которые не только красивы, но еще и умны. То есть все-таки она такая, когда, я думаю, мужчина общается с Шерон Стоун, он, в принципе, общается практически на равных. Чарам роковых женщин подвержены не только творческие натуры, но и политики высокого ранга. Так бывший президент Франции Николя Саркози пал к ногам топ-модели певицы Карлы Бруни. Ради нее он бросил семью и поставил под сомнение свою политическую карьеру. Это, конечно, полигамность, потом это способность нарушить все моральные нормы. Например, знаменитая история, как она родила сына от французского философа Рафаэля Энтховена. Она была любовницей его отца, известного богатого французского издателя. Она его увидела, а он был с беременной женой. И она сказала, а я хочу, и все. И там поехало все. Беременная жена оказалась в больнице с нервным срывом и выкидышем. Потом она написала про нее книгу, где пыталась свои переживания как-то изложить, обозвала ее там самкой терминатор и все такое. Но это была логика поведения серии «Что хочу, то и делаю». Еще в молодости Карла Бруни испытала все возможные наслаждения. Она крутила мужчинами, как ей захочется. При этом сама оставалась холодной и расчетливой. Самкой богомола с улыбкой терминатора назвала Бруни обиженная ею женщина. Среди любовников Карла Бруни были отец и сын Эн Товены, рок-музыкант группы Rolling Stones Мик Джаггер, прославленный гитарист Эрик Клеттон, актер Кевин Костнер и даже премьер-министр Франции Лоран Фабьюз. Как говорила сама Бруни, моногамия ей наскучила. Карла Бруни и ее роман с Миком Джаггером. Мик Джаггер еще тот гражданин, что называется. Это отдельная история. Но обратите внимание, ведь на фоне беременности Джерри Холл, его захонной жены и так далее, все это было. И при этом совершенно какие там угрызения совести. Там наоборот только претензии, что Джерри Холл, это я биографию Мика Джаггера прочитала, как-то там вмешалась и где-то застукала. Потому что кто же может помешать моему такому замечательному наслаждению? Я что хочу, то и делаю. Но это я так в такую негативную сторону, в негативную оценку роковой женщины, конечно, ударилась. Потому что там есть очень сильно отрицательные моменты реализации такого сценария. Отрицательные, когда мы включаем все-таки определенные представления о морали, нравственности, добре и зле и так далее. Но такого рода способность выйти за рамки добра и зла для взрывания патриархальной логики, она, конечно, замечательная. И человек здесь просто все ломает. Здесь границ никаких не существует. Не стихают споры, была ли роковой женщиной Мэрилин Монро. Одни специалисты считают, что Мэрилин просто несчастная женщина, которая не смогла найти выход из плена своей популярности. Это ее проблема, как череда браков Мэрилин Монро. Это ее внутренний конфликт, почему она одновременно и хотела защиты от мужчин и боялась мужчин. Боялась этих браков, как некой темницы. Боялась возраста, который приведет к потере возможности оказывать влияние на мужчин. Поэтому она, с одной стороны, добивалась поклонения миллионов, а с другой стороны, была одинока и глубоко несчастна. Другие утверждают, что это своеобразный тип роковой женщины, которой давали только роли в легкомысленных фильмах. А она сама мечтала сыграть в трагедии. Как не пытаются повторить ее образ, потому что очень многие современные звезды, та же Мадонна пыталась одеваться, все равно никто не может... Я не знаю, в чем эта загадка. Американцы, когда она была жива, как они ее только не унижали. Они ее называли безголосой певичкой. Хотя, когда сейчас я слушаю ее записи, мне кажется, что многим нашим певцам надо просто пойти и сразу покончить жизнь самоубийством, потому что так как она пела, у нее был прекрасный голос. Может, он не был очень мощным, но он был очень тонким, очень филигранным, который выражал, и в этом действительно тоже было столько секса, даже в одном голосе. Но все мы знаем, что в жизни счастлива она не была. В жизни роковые женщины кажутся холодными и бездушными. Они с легкостью перешагнут через труп бывшего любовника и пойдут дальше. Но в то же время мы знаем о роковых женщинах в основном в связи с их мужчинами, которых они духовно оплодотворяли. Такие женщины могут быть некрасивыми, но обязательно в них присутствует глубокий ум и мистическая энергетика. Да, это как снежная королева, что кажется, что в этом есть вот своя красота, своя такая особая сила, а реально эта сила и достигается безразличием, что женщина может играть мужчиной до тех пор, пока она независимо свободна от этих отношений, что она не боится их потерять. Как только она начинает бояться их потерять, она становится земной женщиной, а не такой могущественной. Потому что тут появляется некая заинтересованность, а пока мне не важно. Царица древнего Египта – Клеопатра. Среди ее возлюбленных были Юлий Цезарь и Марк Антоний. За ночь любви с ней отдавали жизнь. Но сегодня выяснилось, что Клеопатра была далеко не красавицей. Но значит, было в ней что-то такое, ради чего и шли на смерть. Роковые женщины могут родиться в самой бедной семье. Но в любом обществе Фене Фаталь всегда будет окружена поклонением. Ей безразлично, что они говорят. Она, как снежная королева, проходит мимо нас, недоступная и манящая. Горе тем мужчинам, которые повстречают на пути роковую женщину. Рок равнодушен к судьбам людей. Это мужчина, который хотя бы на какое-то время столкнулся с женщиной-вамп, он потом практически не сможет жить с обычной женщиной. Потому что его жизнь будет казаться бесцветной. И то есть, конечно, если мужчина с такой женщиной столкнулся в самом начале жизни, то тогда его жизнь будет просто несчастна. Если он сумел с ней прожить достаточно большой период времени или всю жизнь, тогда, конечно, мало не покажется, но во всяком случае жизнь будет интересна. Женщина создана для того, чтобы ее любить, а не для того, чтобы ее понимать. Оскар Уайлд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова